завершая несколько наши подготовленные вопросы и я хотел бы еще зачитать немножко обсудить вопрос который нам пишут наши зрители мы сегодня больше говорим про молитву которая касается лично человека до персоны и бога то есть наша личная такая так называемая тайная комната вот но часто люди испытывают некий страх перед тем чтобы молиться за других например за исцеление вот и вот здесь вопрос там дерзновение не дерзновение он встает довольно остро люди просто боятся не находятся в неком скованном состоянии стесняются и глядом что еще как вот с этим быть как как-то победить как вот этот страх и как его преодолеть и надо ли вообще преодолевать не придет просто понимание что нужно это делать во-первых нужен опыт это понятно что опыт но главное основание заложить почему страх получается а вдруг не получится не придет исцеление конечно и получается что я как бы вот такой вот лжец типа вот я верю и мне ничего не получается так вот нужно тут убедиться и дерзновение оно в этом заключается получится не получится но я дерзаю будет исцелен человек не исцелен я верю что бог исцеляет как здесь на этой ситуации да будет воля господня но я дерзаю молиться за исцеление и не я исцеляю а я именем иисуса через себя провожу это как бы позволяю богу это сотвер совершить если я боюсь что я то это конечно утопия я конечно я не смогу а если я с дерзновением знаю кто я верю и получится не получится но я дерзаю дерзаю молиться за исцеление бог благ он ответит а если что будем разбираться что не получается но не надо на себя тащить одеяло что а вот я молился они это наше самолюбие или наше уязвленное вот это такое состояние я да кто я я просто молюсь и делаю по воле божьей господь усматривает и устраивает и здесь не надо себе прописано мы начинаем бояться мы начинаем пугаться закрываться и а когда это проявится ну да согласно возможно еще человек боится же какую какую вещь тоже проявить вот он помолился за кого-то да исцеление не не произошло вот прямо сейчас в эту секунду до чудотворения такого не случилось он же еще боится что и получается все его слово такое станет становится ну мало мало веским потому что если только что говорил про божью любовь там свидетельствовал человеку молится и потом и сразу возникает вопрос а в чем дело или с тобой что да не так или законе то когда ты про него говоришь мы по-любому соглашаемся ты он я вот так действует я говорю свои опыты я согласаюсь не то что ты бы сейчас есть нет если меня я сейчас дерзновение чувствуешь что он будет сейчас исцелен я так и будет это исцелен или я например говорю давай помолимся молитве согласия я верю что бог отвечает вот бог отвечает на молитву согласия. И мы соглашаемся молиться и просто дерзновенно идем к престолу благодати и высвобождаем результат Божий. Ну, верою осуществляем. Верой уже осуществляем. Вот поэтому, ну, как бы нету страха, что тебе не будут доверять. Твоя смиренная позиция и доверие Богу, она как бы открыта. Ты открыт. Ты не знаешь, как будет до конца. По-любому ты провозглашаешь волю Божью. Есть слово знания. Есть дар веры. Аминь, Аллилуйя. Пусть они работают, эти дары. Но есть простая ситуация. Есть простая ситуация, в которой человеку нужно помочь. Вот и все. И я хочу помочь. И для меня важно вот сострадание. Вот это мое основание. Если я разделяю эту боль, я буду молиться до результата. Ну, я буду молиться и просить Бога результата на эту ситуацию. И мне не стыдно. Вообще не стыдно. Вот. Ну, я буду молиться и просить, чтобы пришла благодать в эту ситуацию. Виктор, как вы считаете, как можно победить страх такой? Ну, вообще, я думаю, что именно страх, это тоже индикатор ну, такой хороший, да, что именно вот там, где страшно, туда и надо залезть. Вы знаете, потому что со мной... Ну, спорное утверждение. Вытиснуть страх. Да, но я еще раз хочу сказать, что иногда, часто, вот тут очень важно, смотрите, есть страх, который Бог предупреждает, там, не лази туда, да, вот, не ходи туда, да. А вот есть такой момент, когда ты чувствуешь вот помазание, да, вот, ты чувствуешь силу Божию на себе, и ты чувствуешь, вот это сейчас надо сделать, но какой-то страх начинает тебя парализовать. Я сейчас, конечно, ни в коем случае не говорю, если Бог вам говорит, вот это не лезть, не надо лазить. Я говорю, что если вы чувствуете силу Божию, вы чувствуете славу, но вы чувствуете парализующий страх. Вот очень хорошо сказал Крис Валатан, он сказал, собаки страха сидят и лают у дверей твоей судьбы. И вот на самом деле всякий раз, когда тебе нужно куда-то входить, а входить надо тоже, кстати, с дерзновением, мы сегодня о дерзновении говорим, надо входить действительно в свою судьбу даже. Это и касается и исцеления молитвы, и освобождения, и прочих чудес. Да, ты всегда будешь проходить через вот этот лай, да, то есть ты всегда будешь проходить через бесов, которые будут говорить, да куда ты поперся, зачем тебе это надо, ты сейчас будешь выглядеть просто как глупец полный. Знаете, и вот эти внутренние голоса, вот каждый, наверное, исцеляющий евангелист, да и, наверное, каждый из нас может вспомнить эту историю, когда вы пытались совершить шаг веры, как эти собаки лаяли у вас в голове. Всегда начинаешь что-то новое, и всегда будут страхи атаковать. Но всякий раз, когда вы все-таки, да, вот помните, как Иисус говорит, ну в этот момент, когда все там бесы, все шакалы будут лаять, говорит, мои овцы, они будут слушать мой голос. Аминь. И вот это очень важно, говорит, мои овцы, они не будут слушать голоса врага, они будут слушать голос Божий. И если Божий голос тебя влечет, молиться за человека сейчас, да, то есть, если он тебя влечет, то вообще действуй с дерзновением. Во-первых, будь готов, да, что не все будет получаться сразу. Потому что, например, мы знаем одного из самых великих исцеляющих евангелистов, Смит Вигглсов. Говорят, что он когда начинал, у него вообще около, если не ошибаюсь, около тысячи вообще было случаев, когда он молился, и он не всегда вообще видел как бы результат. И когда мы начинаем, мы же хотим понять, как это работает, да. Если у тебя есть этот момент, да, то не переживай, не переживай, если даже вдруг у тебя не получилось. У меня было много таких обломов в жизни, да, вот человек, да, то есть, с болезнью, есть и сострадание, и любовь, и все. Молишься, ну, не произошло исцеления, да. Что потом, как бы уйти в паранойю, все, я ничего не... Да ни в коем случае. Значит, приеду и снова буду молиться, да. Буду действительно молиться до результата, да. Но я буду молиться из-за других людей. А потом были другие случаи, когда молились и были чудеса, и ноги исцелялись, и, знаете, и сухожилия там срастались, и что только не было, да. То есть, вот в моей жизни я тоже дерзал. Одно из таких дерзновений я поехал, вот, помню, на большой молодежной конференции, я просто вел поклонение, и, знаете, я увидел, как у людей, вот я видел, как бы, в духе, да, как таким вторым слоем, что у людей какие-то органы сейчас исцеляются. Исцеляются. Прямо во время служения. Я видел их окрашенным красным цветом, да. Я говорю, вот у кого-то сейчас там пятки исцеляются, вот у кого-то, говорю, кисти рук исцеляются, у кого-то колени, у кого-то там еще что-то. И потом я тоже дерзнул. Для меня это было дерзновением, потому что это был незнакомый город, я был там первый раз, меня там вообще никто толком не знает. И, знаете, и потом я дерзнул еще больше, сказал, а теперь все, кого я назвал, выбегайте на сцену и будете свидетельствовать, как Бог вас исцелил. И представьте себе, выбежали эти люди. То есть, они говорят, представляешь, говорит, у меня ноги были отбиты, ступни ног. Я, говорит, всегда мечтал, вот я читал Давиде, что вот он натанцевал перед Богом. А я, говорит, не мог это сделать, потому что я всегда сидел, у меня ноги были отбиты. А теперь, говорит, смотри, что я могу. И он начинает танцевать, как Давид, прямо передо мной, представляете, там другой парень, он там говорил, что, говорит, когда ты сказал про кисти рук, я, говорит, себе вены резал по глупости в молодости. У меня рука перестала двигаться, вот так она просто стояла. Говорит, смотри теперь, что я могу делать. Вот то, что я увидел тогда в духе, и я дерзнул это сказать, и я дерзнул их вызвать, это начало работать. Потому что всякий раз, когда мы дерзаем, когда мы делаем это, да, действительно, мы переходим, да, какой-то Рубикон, да, то есть, но это всегда приносит как бы, ну, благодать. Поэтому дерзайте как можно чаще, да. Даже если вы иногда выглядите чудиками, да, и как меня мама иногда называла, чудик-то мой, потому что я про чудесах рассказывал, я думаю, да лучше я буду чудиком, да, чем я, ну, как бы буду просто сидеть ровно, да, и слушать этот собачий лай всю жизнь в голове. Так что, как в том, помните, стихотворение мне очень понравилось такое, да, ты слишком мало, куда ты лезешь, да, ты слишком стар, зачем тебе? И скажут в речи поминальной, не смог, а кто ему мешал? Вот, поэтому не слушайте этот собачий лай в голове и дерзайте вместе с Иисусом, и будет много чудес в вашей жизни. Я помню, как я целую неделю не могла получить исцеление, у меня срыв был нервной системы, я потеряла покой, потеряла, я испугалась, очень сильно испугалась, что я заболела. Я уже была служителем, я много получала ответов, я получала много помощи, помощи, исцелений, чудес, и вдруг я сама заболела. Это были, конечно, уже такие, ну, это сказалось в моей жизни на нервной системе. И она сорвалась так, что я тело раздирала, я места себе не находила, я день пролежала в постели, на работу не пошла. На неделю меня выключила паника. А знаете, в чем была паника? Как могло это со мной произойти? Вот это слово. Не может быть. А что случилось? Как могло со мной это произойти? И все. И мы с мужем молились, там муж говорит, подожди, сейчас реклама пройдет, помолимся за тебя. Он говорит, такой, он меня, кстати, вернул, он человек, как бы верующий, но не так, как я. И то он сказал, я говорит, не понял, почему ты так расстраиваешься? Ведь ты меня машешь маслом, и я исцеляюсь. Помашь себя маслом, и исцелись. А еще меня вернул в реальность духовную человек. Я говорю, так давай за меня теперь помолись, а то только за тебя. Вот. И говорит, сейчас реклама придет, и помолимся. Приди с маслом, давай. Реально я помолилась, он на второй день спрашивает, ну что? Я говорю, еще надо помолиться. Но когда я разобралась с сомнением, с сомнением, и Бог меня ввел в молитву, такую серьезную, я, наверное, наверное, час, может больше молилась, и не могла даже уснуть, и в два часа ночи прошлое излилась на меня сила такая, радости, и такой уверенность, что я исцелена. Утром просыпаюсь, ноги спускаю, опять все, тело горит. Я говорю, я не понял, я исцелена или не исцелена. И вдруг слышу внутри голос, игнорируй вот это состояние. Вот сейчас игнорируй теперь его. Ты уже вошла в исцеление, но надо время, чтобы оно овладело тобой. И я такая, такой спортивный интерес включился, кто кого, да? Стою на служение, тело горит, я просто... Но он говорит, не трогай себя, и не игнорируй этого сейчас. И через неделю я полностью восстановлена. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Субтитры подогнал «Симон»